Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня представлю вам обзор и отзыв на книгу Сергея Лукьяненко «Черновик». В середине нулевых читал эту книгу онлайн. Но потом стало понятно, что это был пиар-ход со стороны Лукьяненко. Он решил выложить полностью книгу «Черновик» и оборвать на самом интересном повествовании, чтобы потом продать вторую часть, книгу «Чистовик». Обзор на которую вы можете посмотреть по ссылке в описании. И уже «Чистовик» удалялся из интернета всеми возможными способами, чтобы продать как можно больше экземпляров книги. Но я начну с обзора книги «Черновик». Молодой человек, который работает в офисе, по-моему, в рекламном агентстве, сейчас точно уже не вспомню. Также не вспомню, как его зовут, по-моему, Кирилл. И получается так, что однажды он приходит домой, а там живет какая-то чужая женщина. Он вызывает полицию, но оказывается, что по документам эта квартира принадлежит ей. И что его здесь никогда не было. Его вообще никогда не было в этом мире. У него чистый паспорт, то есть там нет ничего. Есть просто бланк паспорта, в котором нет ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни даты рождения, ничего. Он приезжает к своим родителям, там, где они живут, они его не узнают. Так начинается этот роман. А потом оказывается, что его место – это башня. Которая раньше была водонапорной башней, где-то во дворах, недалеко от метро. Но эту башню никто не видит, кроме таких же, как он, функционалов. У Кирилла вводит новый термин фантастики – функционал. То есть тот человек, у которого есть какая-то своя функция. Так у Кирилла эта функция – это таможенник. Башня – это таможня. Куда можно пройти из нашего мира в другие миры, параллельные миры. И Кирилл открывает двери еще в четыре мира. И оказывается, что он настолько одаренный, что он открыл двери в два мира, в которые уже очень давно другие таможенники не открывали двери. Он открыл дверь в один из миров, дверь в которой была уничтожена еще в 50 лет назад. Во время первых испытаний атомных бомб под Семипалатинском. И как утверждает автор, что как раз испытание атомной бомбы под Семипалатинском было как раз для того, чтобы именно закрыть эту таможню и закрыть дверь в тот мир. В мир, который называется Аркан. И герой узнает ужасающую правду, что Аркан – это Земля-1. То есть, это самая первая Земля, из которой поступают и управители других земель, то есть, так называемые кураторы функционалов. А также мир, который, скорее всего, но опять же, в романе об этом не говорится, и создал этих функционалов. Есть функционалы, допустим, пекарь, у которых своя пекарня. Есть функционалы, допустим, те, которые владеют гостиницами. Функционалы полицейские. У функционалов полицейских самые широкие полномочия. То есть, они могут, призваны для того, чтобы ловить других функционалов, которые захотели разорвать и утратить связь со своим функцией. Функционалы практически бессмертны. То есть, убить обычные пули их практически невозможно. Но их могут убить другие функционалы. То есть, например, такие, как полицейские. И функционал полицейский, он сильнее функционала обычного, даже если функционал находится на территории своей функции. Например, башни, пекарни, медицинского пункта бывают. А еще есть функционалы акушеры. Вот функционалы акушеры – это те, кто приводит новых функционалов в этот мир. И разбираясь со всеми этими хитросплетениями сюжета, Лукьяненко нас подводит к тому, что существует какой-то главный мир. Что даже Аркан не является главным миром. Есть какой-то другой мир, который управляет всеми мирами. И оттуда идет управление. И под конец книги Черновик, когда раздосадованный Кирилл, из-за того, что убили его девушку, которую он любил, из-за того, что его так обманули, он решает покончить с этой ложью. Но тут к нему приходит функционал акушер. Та самая женщина, которая жила в его квартире. И начинается драка. Башня разрушена. Эта акушерка, она убита. И каким-то образом у него на пальце оказывается кольцо у Кирилла. Кольцо, которое часть этой башни. И когда драка закончена, башня разрушена, появляется давний друг Кирилла, Котя, Константин, который автор в каком-то низкопробном журнале. И оказывается, что этот Константин является куратором земли. Нашей земли, напомню, называется Земля-2. Не помню сейчас точно с таймерами, я могу запутаться. И Кирилл догадывается о том, что этот Константин является куратором. Потому что только у него, только у Константина оставались воспоминания о том, что Кирилл рассказывал ему. У других людей, когда Кирилл проходил это преображение, никаких воспоминаний не оставалось. Это коротко о сюжете. Это было интересно читать. Это захватывающее чтение. Да, я с этим соглашусь. И на мой взгляд, ну я еще раз эту мысль повторю еще в обзоре книги Чистовик, Черновик получился намного сильнее Чистовика. То есть, если здесь загадки, тайны, они держат в напряжении до самого конца книги, то в Чистовике все совершенно по-другому. Как по-другому об этом в обзоре той книги. И, как мы знаем, недавно, ну как недавно, не помню, когда, то ли два, то ли три года назад вышел фильм Чирновик. К сожалению, Лукьяненко верен себе. Если книги у него получаются хорошими, добротными, с хорошим сюжетом, то фильмы получаются просто отвратительными. И так переиначить и так загубить хороший сюжет, это надо еще уметь. Это надо иметь талант для того, чтобы так испоганить хорошую книгу. Так же, как ругались в середине нулевых на то, что дозоры плохо сняты по сравнению с тем, что было в книгах, так и сейчас было много критики на то, что Чирновик хуже, чем фильм, хуже, чем книга. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.